привет друзья сегодня видео по рисунку татуировок делать сегодня мы не будем я покажу элементарный простой способ как создать портрет карандашом на бумаге по этой технике на разном уровне может делать портреты практически каждый человек мы не гонимся здесь за высокими техниками за академией живописи и прочее мы просто делаем портрет для души для себя для друзей для мамы чтобы подарить на праздник сильно не заморачиваться однако по такой технике можно писать вполне профессиональные работы работать будем мы сегодня на примере известные личности но чтобы всем было понятно как оценить качество оценить похожесть возьмем известную личность симпатичную девушку выберем из ряда фотографий все я сейчас покажу поехали и 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 Просто ля коснётесь, Мой вкус на кончике отцептать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выводим изображение на экран. И теперь, не обращая внимания на сверх крутых художников, на возгласы что-то неправильное, непрофессиональное и прочее. Мы просто делаем задачу. Наша задача нарисовать портрет, чтобы он был похож. Чтобы он был похож. Чтобы можно было его подарить друзьям, знакомым и прочее. Выбираем нужный нам размер. И поехали. То есть мы не гонимся за высоким уровнем нашего художественного мастерства, умения схватывать лицо сходу. Мы просто бессовестным образом сдираем форму лица. Мы просто берем и копируем все основные линии. Особое внимание на темные места. Это на глаза, на рот, на нос. То, что делает наш портрет похожим. Так. Теперь, следующий этап. Волосы. Менее ответственный этап, однако, немаловажный. Прямо-прямо я делаю каждую волосинку, снимаю. Где вижу, что темные волосы. Заштриховываю быстрым штрихом. Чтобы нам потом не запутаться, где свет, где тень. Постоянно проверяю, чтобы не съехал наш портрет. Чтобы все у нас было нормально. Так. Значит. Основное собрали. Так. Теперь. Пожалуй, важнейший этап вообще написания портрета по такой технологии. Мы сняли основные линии. И теперь внимательно смотрим на то, что у нас получилось. И сами для себя оцениваем, узнаем мы этого человека или нет. То есть. Если мы сейчас не увидим того лица, к которому мы стремимся, то все бросаем, переделываем. Значит, что-то мы сделали неправильно. Вот на этом этапе человек уже должен быть, в принципе, узнаваем. Если все-таки узнаем мы уже портретируем его, так скажем. То переходим к следующему этапу. Таким вот образом можно еще раз себя перепроверить. Мне кажется, что сходство есть. Поэтому продолжаю дальше. Продолжение следует.